Есть органика. Это органика. Это какое-то пирожное, которое растение возьмет, скушает и получит все необходимое. А есть там какие-то сульфиты, фосфаты и прочее-прочее, нитраты. Вот. Можешь кормить этим. И у вас будет растение, которое получает только пирожные из перегноя. А это растение, которое получает эту самопрезренную химию. Поехали! Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости нашего канала. Сегодня еще довольно холодно. У нас пару дней подряд дули сумасшедшие ветры, порывы такие были. С землей, на земле работать было невозможно. Уносило вместе с лопатой в сторону. Поэтому все, что много чего было запланировано на этой неделе. И на выходных почти ничего не сделано. Ну, у нас весна только-только начинается. Я думаю, мы все успеем. Вот. Ну, а сегодня я выхожу в эфир по одной очень важной теме. Навеяна она в основном комментариями. Там просто война развернулась. В том числе и со мной. Как говорится, публичность – это все, включая большое количество хейтеров. Как-то я слово не люблю, но, короче, не выразишь. Что такое вообще есть органика? Органика – это продукт жизнедеятельности любых живых организмов или растений. Будут мы люди, крупный рогатый скот, птица, либо какие-то там деревья, трава, солома и так далее. Или же их останками, ну, проще говоря, перегной или зола. Минеральные удобрения – это, прежде всего, это минеральные соли и соединения, получающиеся из тех химических элементов, которые перерабатываются химическим путем на промышленных предприятиях. Многие, очень даже разумные огородники, нередко называют эти минеральные удобрения презренные химией, а благогревеют с трепетом перед органикой, называя их натуральными. Ну, давайте рассмотрим, каким путем и в каком виде эти удобрения попадают в растения. Ну, я считаю, наилучший путь, да, познать, кто варит борщ и кто как его кушает. Вот то, что я сейчас говорю и то, что я буду говорить, я буду говорить не отталкиваться на тем, как вот все, кто спорит с нами в комментариях, что слышали от блогера, слышали от какого-то известного агронома, от почвоведа, от ученого и так далее. Я буду говорить только основываясь на науке, то, что пишут учебники и специальная научно-техническая литература. Но эти данные, которые я говорю, взяты оттуда и опровергнуть их невозможно. Если хотите спорить с ним, идите сразу туда, где вас поймут. Мы с детства знаем, что у растений отсутствуют, извините за такие напоминания, рот, зубы и желудок. И все эти функции, как известно, выполняет корневая система. Но она тоже не может взять кусочек перегноя, взять и проглотить. Так уж устроены наши растения, любые, что огородные, что деревья или кустарники, что нужно им питание, они получают в усвояемой форме. И готовят им это питание специальные шеф-повары, которые именуются почвенные бактерии и микроорганизмы. Как они это делают? И вот тут я далек от театра, но попрошу, как это сделал незабвенный Михаил Задорнов, уважаемые друзья, Те, кто уверен, что выращивая огурцы в навозе, вы не загоняете в эти огурцы презренную химию, вдохните глубже. Ибо сейчас ваши бровки, даже если они нарисованы, от удивления поднимутся, ну, очень высоко, вместе с прической. Так вот, задачей почвенных бактерий и микроорганизмов является переработки органики в неорганику. Да-да. В ту самую химию в виде минеральных солей и соединений таких элементов, как азот, фосфор, калий, железо, ну и так далее по списку. То есть, то, что вы подразумевали, что органика – это нечто такое, какой-то сок, какой-то, я знаю, там, порошок, ничего не имеющийся с химией, он входит в растение. Нет. В растение через кривую систему попадает чисто химические элементы и не имеет никакого значения, откуда они вытянуты. Либо из навоза, из перегноя, либо из внесенных там суперфосфатов или там калиевых селитр. Значения никакого не имеет. Те же самые элементы с теми абсолютно вкусовыми и ароматическими свойствами, если они есть. И абсолютно идентичные по химическому составу. Те же самые молекулы и атомарные соединения. Всё. Точка. Это научный факт. Спорить с ним, ещё раз говорю, только не у нас. Вне зависимости, на кой почве мы растим наши овощи, ягоды, фрукты, вне зависимости, что мы им даём, травяные настойки, пирожные из перегноя или суперфосфата. Скаливать селитры. Корневая система в любом случае получит питательные вещества только в виде вот этих самых химических соединений. В чистом виде. Представляете, как они нас? Эти почвенные бактерии, а? Кто бы знал. Мало того, вот если разбирать так сам называемую органику, древесная зола, о которой мне там сотни посетителей нашего канала писали, что ещё там бабушка, прадедушка с наполеоновских войн только древесную золу использовал. Ну, кроме навоза. Что это чистейший органик. Так вот, я вас, наверное, ещё раз шокирую, да? Древесная зола это самое, что не есть, химия. В чистейшем виде. Это кладезь химии. Потому что она представляет собой древесная зола несгораемый минеральный остаток солей химических элементов. Так вот, эти соли, они ничем не отличаются от готовых минеральных удобрений, которые мы используем в качестве подкормок. Только их там много. В минеральных удобрениях идёт два, ну, два, три, максимум четыре элемента, а в минеральных золей их порядка тридцати. Чем залает цена? Именно вот этим комплексным набором химических элементов она имеет преимущество перед любым другим минеральным удобрением. Но не более. А не тем, что она натуральная, какой-то там суперфосфат ненатуральный. Карбонат, цирфаты, силикаты, ортофосфаты, и даже хлориды, хлориды, натрия и кальция. Всё там есть. Я понимаю, что очень многим из этой партии за удобрение без химии, извините, смириться будет очень непросто, но здесь без вариантов. Кто ещё раз произнесёт в наших просвечённых беседах, что есть какая-то органика без химии, а как там мне пишут, только увидел, что у вас сам химия, сразу же отписался, или сразу же вышел. Так вот, мы будем помогать ему выходить из наших просвечённых бесед. Будем блокировать без сожаления, потому что либо в школу, либо никак. Потому что нести бред и возбуждать умы нас и молодёжь посмотрят иногда. У меня несколько процентов есть тем, кому в районе 18 лет, может, что-то подзабыли или не так учились. Жёстко. А вот вы бы почитали, какие глупости писали и пишут по моему адресу эти учёные, почвоведы и микробиологи с 40-летним стажем, как себя называют. Да? Именно глупости. Есть, и они очень существенны. И прежде всего эти различия не в их качестве, а в предназначении. Понимаете, о чём речь? Органика в виде навоза, торфа или перегноя напрямую влияет на структуру почвы. Она делает почву рыхлой, пышной, влагой, воздухопроницаемой, но превращаясь прежде всего с помощью почвенных бактерий в гумус органика формирует питательную среду на долгий срок. Вот её главное отличие от минеральных удобрений. То есть земля становится той средой, в которой растение будет долго питаться, ни в чём не нуждаясь. И в этот грунт может содержать любое растение и вообще не волноваться, что оно может остаться когда-то голодным. Да, что-то может не хватать, но в целом она будет получать всё необходимое, потому что почвенные микроорганизмы постепенно перерабатывают отмирающую органическую среду, извлекут всё необходимое, все необходимые питательные вещества, переведут её в химические соединения, легко усваиваемые корневой системой, и будут равномерно распределять по всей грядке. Да, имеются и очень существенные. Они связаны с тем, что органические подкормки или либо то, что мы вносим в почву с осени или ранней весной, они не могут усваиваться растениями моментально, ну или хотя бы быстро, потому что, тем более, если растение страдает от дефицита, внесение органики, любой настойки травяной в этих колбочках, нам сейчас рекомендуют, чего так не рекомендуют мешать друг с другом, все равно вот это все не сможет быть усвоено быстро, потому что должен пройти определенный путь переработки бактериями из органического состояния в неорганическое. Без этого пути расщепления бактериями, ни одно органическое соединение, ни одна органическая прикормка, пусть вы эту настойку травы холили, дышали на нее, молились на нее, пока она не пройдет путь расщепления, она ничего не даст растению. А вот о минеральных добавках, если говорить, здесь одни плюсы, потому что минеральные удобрения, они были изобретены с целью быстрого улучшения, качественного перехода почвы в вино и состояния, более насыщенное теми элементами, которые формируют и закладку соцветий, и сам процесс плодоношения, и на вегетационный период оказывает влияние, особенно это касается азота. Азот это вообще основа всех жизненных процессов, потому что он входит в состав белка и участвует в фотосинтезе. Если нет недостаточно азота, растение останавливается в росте, плохо развивается, ну и так далее. Вегетативный период значительно сокращается, а если говорить о недостаточно фосфора, кальция и калия, то это вообще, можно сказать, невозможно говорить о нормальном развитии ни растения, ни о процессе плодоношения. минеральные удобрения были разработаны как добавка к комплексу химических веществ, которые находятся в почве. любое минеральное удобрение полностью готово к поглощению корнями. Последний аргумент здесь, давайте его тоже подчеркну, чтобы больше к этому не возвращаться, для любителей натуральности это то, что на основе органических удобрений урожаи получаются более вкусными, ароматными, более сладкими, да? Так вот, на самом деле вкус урожая дают вовремя внесенные соли и калия, магния, бора, железа, ну и так далее по списку. И клубника на вкус слаще не от того, что соли и калия до нее добрались из золы или из навоза, а от того, что в почве этих солей и калий оказалось в достатке и в необходимом количестве. Поэтому у нас и клубника сладкая и помидоры вкусные. Если сравнивая органику и минеральное удобрение, да, мы отметим сразу, что количество питательных элементов в минеральных удобрениях значительно меньше, чем в органических. Ну, потому что, ну, мы знаем, в золе их 30, не менее 30, а в перегное там практически вся таблица Менделеева. Чего-то больше, чего-то меньше, но там есть все. Да, чего-то будет недостаточно для рассеяния, но, в общем, там есть все. А минеральные удобрения из-за того, что они производятся только как добавочное средство в определенный период, ну, к примеру, там, на плавоношение калийное на закладку корневой и структуры там фосфора и кальций и в самом начале вегетации мы кладем азот. Поэтому там нет необходимости. Да, в последнее время стали предлагать так называемые удобрения, минеральные удобрения с комплексными добавками. Но, по большому счету, я бы не стал здесь переплативать деньги, потому что, если мы правильно зарядили нашу грядку, комплексные удобрения там есть в достаточном количестве в ней, а то, что нужно для быстрого эффекта перехода на плавоношение и так далее, достаточно просто нам всяких калийных силивитров и прочего-прочего. Минеральные удобрения в этом плане более прогнозируемы при использовании. Мы знаем, что вот и в этой почве будет то-то, то-то и то-то. И при переходе на регулярное использование минеральных удобрений мы неминуемо столкнемся с трудноразрешимой проблемой в дальнейшем. Вещества из минеральных удобрений при регулярном использовании в течение сезона имеют свойство накапливаться в почве, причем в непрогнозируемом количестве, потому что нет еще той золушки, которая точно скажет или посчитает, сколько звезд на небе и сколько изнесенное в почву было употреблено растениями, а сколько осталось. И поэтому мы не знаем, чего там накопилось, чего там осталось, а если что-то еще внесем, даже добавим ту же самую органику еще сверху осенью, мы в итоге перенасытим, создадим избыток химических элементов, которые пойдут в любом виде в растение вместе с едой и в нас. И виноваты будут не минеральные удобрения, виноваты будем мы. Главное из них для создания сбалансированного питания на грядках конечно же нужно закладывать органику в почву. Это для улучшения структуры почвы, они создадут самую благоприятную среду и растения голодными никогда не останутся и перекормить их не получится. Но возможно ли урожайное подозначение без минеральных подкормок в определенные периоды? Конечно же нет. Иными словами на практике минеральное удобрение оптимальное то есть применяемое лучше всего для разовых подкормок ранней весной и в период созревания урожая. Это вот самый разумный подход так называемый комплексный подход. На этом мы будем стоять. И все эти разговоры это химия а это органика давайте прекращать. Еще раз говорю органика это не пирожное из перегноя или из торфа это та же самая химия а больше или меньше химических элементов в овощах и плодах это зависит от нас с вами как мы с этим всем работаем но не от самой химии но не от минеральных удобрений ну еще касаемо тех заполучих 30-70 килограммов с куста по методу масла еще раз говорю это не я придумал я передумал информацию записанную в 83-м и 85-м годах записанную и как говорят эти же листы бумаги документально подтвержденные что на сортах определенных на индетерминантах в теплицах масла не только он его последователь получали такие урожаи ну получали ничего с этим не сделаете я не выращивал я от теплиц отказался потому что считаю что даже в условиях подмосковье мы можем на грядках получать в теплицах но не имея таких больших забот я вообще знаете люблю музыку 60-х годов и вот в этом фильме в 57-м я поставил песню по этой песне спрашивали меня а кто это поет имя певицы название песни ну и так далее в общем мы с оператором решили сделать вам музыкальный подарок и сейчас вы увидите ролик с записью этой песни в 67-м году ее пела французская певица посмотрите слушайте и наслаждайтесь и до встречи на следующих эфирах всем вам доброго всем вам хорошего и хорошей погоды Мария Лафаре est entrée dans le monde de la chanson après sa carrière de comédienne elle a su mettre son charme dans ses chansons у наслаждайтесь у наслаждайтесь у наслаждайтесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok